Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. Периодически на консультациях возникает такой вопрос. Как быть с детьми, когда родители разводятся? Что здесь можно сделать, что нет? Ключевой момент, о котором я хочу рассказать, это вытащить детей из этого процесса. Потому что самое плохое, что вы можете сделать, самое ужасное, самое отвратительное, если хотите, это вовлечь детей, спихнуть на них часть ответственности. А так часто бывает, когда с кем ты хочешь остаться, или еще хуже, если бы ты вел себя получше, то может быть мы бы с твоим папой или с твоей мамой. Вот эта ситуация для ребенка не переносила. Важно понимать, что взрослые это взрослые, они выше, они должны решить между собой. И сказать свое решение детям. Не спрашивать у них, а сказать. То есть вот эти вопросы, кто с кем будет, это дело родителей. Не вмешивать сюда детей. И говорить примерно так, что мы с твоим папой, с твоей мамой когда-то любили друг друга, у нас были отношения, но сейчас это закончилось. Мы будем жить вместе, при этом мы навсегда останемся твоими папой и мамой. То есть родительская роль, она уже навечно, она не зависит от того, есть ли супружеские узы, общаются ли родители между собой. То есть все, папа, мама, это навсегда. Что бы там ни произошло. То есть довести до ребенка, что папа останется папой, мама останется мамой. Сказать, что, особенно когда ситуация позволяет, что мы тебя, если уж кто-то из родителей не вел себя совершенно неадекватно, мы тебя любили, любим и продолжаем любить. И папа тебя любит, и мама тебя любит, и будут дальше любить. Ты будешь видеться с папой, с мамой, даже если мы будем жить отдельно. Важно детей оттуда вытащить. Что еще можно добавить? Можно сказать, что то, что между нами произошло, это наше дело. Ты ничего не мог сделать, чтобы спасти наши отношения, или как-то ухудшить их. Ты тут полностью ни при чем. То есть мы взрослые, это мы решили. А ты, ребенок, это твое детское тело, оставаться ребенком и знать, что папа и мама всегда будут иные. Что бы там ни происходило между ними, как между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Вот так. Так что помните, и если вдруг такая необходимость есть, постарайтесь детей из этого процесса, из выяснения отношений, из сваливания, перекладывания ответственности, вытащить. Это всегда дело взрослых. Точка. Если будут вопросы, пишите в комментариях, пишите в речку, по возможности отвечу. Пока.